привет это расклад на судьбу мы посмотрим вашу дорогу жизни какие новые страницы приготовила вам судьба такой расклад называется звезда мага и в нем будет 7 частей приглашаю вас хорошо отдохнуть с пользой провести досуг и посмотреть ваше будущее здесь можно посмотреть темные светлые страницы ваших предков как ваши предки на вас влияют потому что прошлое влияет на настоящее но от настоящего зависит будущее звезда мага это вы маг человек который творит свою судьбу и высшие силы хотят вам в этом помочь как вы высшие силы помогают вами будут помогать это очень важно тогда вы команда с высшими силами одно целое чтобы достичь своего успеха ну что ж давайте начинать и здесь будет выкладка показана вам сверху то есть вы будете смотреть на все карты четко я буду вам рассказывать что я вижу в раскладе и потом будем беседовать глобально рассматривать этот расклад делать резюме с вами надеюсь вам такой формат будет удобен и интересен пишите пожалуйста в комментариях или вам такой формат подходит друзья этот расклад можно смотреть таким образом послушать что я говорю потом в конце я просто прикреплю расклад без слов там где вы просто можете с картами побыть и пообщаться и я даю вам те интерпретации которые показала мне вселенная карты кипер очень простые в понимании вы можете тоже сам сами все понять так что либо слушайте моим интерпретацией либо смотрите и в общем метафоры символы на картах вам многое могут сказать о вашем будущем это очень полезно карты это инструмент самопознание инструмент пути своего жизненного так что рекомендую вам этот расклад для того чтобы понять что вам делать дальше в основном вама это вот это вот тебя вот 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 Продолжение следует... 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 и видят вас и вашу ситуацию сверху им конечно все виднее так что они сейчас о вас заботятся потому что вы и предки вышли рядом и они ожидают что вы их услышите а ну а вы ожидаете от них помощи что на самом деле очень понятно да и так три следующие карты у нас перемены change у нас влюбленные то есть влюбитесь в жизнь влюбитесь в кого-то кто-то влюбится в вас и еще тот человек который вас влюблен у него могут быть какие-то проблемы bad health это это финансовые проблемы это нездоровые финансы или это у него что-то со здоровьем предки предупреждают также через этот расклад могут воплотиться предки у которых было плохое здоровье и они хотели перемен они хотели перемен может они переехали за океан куда-то в другое место иммигрировали там 200-300 лет назад или 100 или ближе недавно и им было нелегко устраиваться это карта сложностей что им было нелегко устраиваться так следующие три карты берем и здесь у нас карта привилегированной дамы то есть человеку которая которому хорошо жить все получается карта тюрьмы импризермент то есть что-то блокирует что-то мешает вам и карта его мысли это карта которая была в самом начале в колоде когда вы расклад только начинали смотрите я вынула колодку из коробочки то есть кто-то сейчас о вас думает кому-то сложно с вами общаться потому что импризермент это какая-то стена между вами какое-то есть препятствие а смотрим следующие три карты и у нас здесь неприятная новость message of concern у нас есть мэридж карта 4 супружеской и карта диспер то есть сейчас может быть опять вышли на связь предки которые плохо жили в семье у них было но диспер они в отчаянии были кто-то из них обижал друг друга кого-то кто-то изменял и получили вот письмо от об измене например и вот эти предки могут на вас сейчас влиять и мешать вам то есть жить но иногда предки мешают жить потому что их душа не успокоилась это вполне может быть а следующий расклад это occupation это карта гроб не бойтесь и это значит что-то какой-то страх и карта дом ну вот эти три карты они конечно очень четко показывают ваше состояние на момент в доме где-то недопонимание в доме есть проблема и проблема связана с тем что вы стараетесь окей пейдж на то вы стараетесь или хотите чтобы было больше денег было хороших но хорошо между вами не ссорились но у вас не получается потому что ваша домашняя вас не понимают и карта дом говорит о том что сейчас в доме у вас тяжелая атмосфера тяжелая атмосфера ссоры или подозрительности или недоверия друг другу или же вы но плохо общаетесь не можете понять друг друга и договориться давайте я вам начну этот расклад рассказывать его анализ все вместе 6 вот этих позиций каждая позиция из трех карт здесь у нас опять светлые и темные истории вашего рода которые на вас сейчас влияют как вам предки могут помочь даже те которые пытаются чтобы вы их услышали у них были тяжести какие-то в жизни они тоже могут вам помочь то есть они могут вам сказать смотри вот у меня было так не делает так и так то есть это общение с предками также здесь можно просмотреть ваше будущее потому что у нас есть такая резонация прошлое настоящее будущее и по три карты можно так расценивать первое прошлое среднее настоящее третье будущее и все эти шесть раскладов мы собираем сейчас воедино и я делаю вам резюме я вижу что вы сейчас ждете каких-то сообщений или вы ждете денег или вы ждете улучшения чего-то потому что саду волос и письмо это вы ждете чтобы заработать или же какие-то финансовые выплаты получить вы взрослый человек вы в общем-то можете многое сделать для себя но вас кто-то блокирует кто-то не дает вам возможности воплотиться и сделать то что нужно много препятствий а карта импразермент карта тюрьмы показывает что препятствием могут быть другие люди которые вам мешают и от вас многого хотят то есть они вас поставили в такую зависимую ситуацию где вы мало что можете решить а вы главная персона вышли в этом раскладе это уже хорошо это говорит о том что предки советуют вам собраться силами вы многое можете изменить своей жизни и карта комьюнити или карта людей которые вас окружают хочет вам сказать что не ждите expectations это ждать не ждите начинайте что-то двигать сами начинайте изучать законы разных стран может вы куда-то можете переехать может быть это сможете по интернету работать начинайте что-то делать сами не ждите а начинайте действовать а карта переменные влюбленные говорит что вы сможете у вас все получится но предки которые имели сложности на вас сильно давит влияют а карта bad health говорит что предки действительно влияют и вам мешают это может быть люди как у которой очень многое хотели сделать но у них не получилось но они жили в темные времена знаете были очень тяжелые времена вы по истории знаете и здесь они могли жить на протяжении войн или каких-то событий или им пришлось из голодомора поменять континент уехать в америку с нуля начинать многие из них не выжили очень тяжело жили очень тяжело а сейчас предки говорят что они вас любят и они говорят смотри у нас было все плохо эта карта bad health говорит об этом но сейчас мы так тебя любим привилыч леди что когда вот если ты переедешь у тебя все будет по-другому будет по-новому а сейчас тоже этот расклад говорит что некоторые кто из вас смотрят что-то между вами не так в семье потому что там карта marriage это супружеская щита с одной стороны карта диспер или же отчаяния с другой стороны карта месяцев концерн то есть кто-то получил кто-то дал вам какое-то послание кто-то нехороший который хотел вас поссорить сплетня это не не справедливо этого нет это все чья-то сплетня которая хочет вас поссорить и предки предки предупреждают не слушайте сплетен не доверяйте людям которые хотят вас поссорить потому что эти люди они не нужны вам у них своя какая-то цель есть которую они преследуют и еще такая интересная триада здесь это occupation то есть вы заняты чем-то дома занимаетесь чем-то в быту или для профессии или изучаете что-то по работе потом карта гроб говорит что вы устали вы устали вы может экономите вы стараетесь и карта дом и потому что вы устали и ваши домашние устали между вами вот тишина вы может не разговариваете или такие знаете отрывками говорите это них нехороший не злой ну не злой можете может злой злой дух может быть нечистый дух хочет вас поссорить злой злой дух обычно вселяется в семейных в семье если есть сплетни если есть враги внешне или если есть внутренние враги это усталость прежде всего безденежье это когда нет взаимопонимания между людьми домашними и связано скорее всего с тем что одну от большой любви люди нарушают границы друг друга особенно в поколениях и здесь говорится что у вас будет лучше в доме если вы как бы пройдете это сложный этап а вы его пройдете и духи советуют вам в общем-то не нарушать границы друг друга ну там не советовать не настаивать дети сами разберутся или ваш партнер сам разберется вас любят и это самое главное а значит все должно наладиться следующий расклад он будет выводом он будет итогом и это будут не только советы предков вот как в этих шести раскладах а то же звезда мага окончательно 7 семиконечная звезда звезда мага то есть как вселенная как творец видит ваше будущее и в чем хочет вам посоветовать именно вот здесь подсказки советы от ваших предков ну давайте вначале выложим потом с вами все просуммируем и получим конкретный ответ а Что здесь мы видим? Мы видим прежде всего, что вы сейчас хотите, чтобы что-то сдвигалось с мертвой точки, вам не нравится то, что происходит, и желание что-то менять. Может быть финансов не хватает, в центре карта поварти, может быть денег не хватает, но уже вот-вот близко к заработку, потому что там карта большой фортуны. И еще карта адвоката помощника, то есть сейчас высшие силы хотят быть вашим адвокатом, хотят вам помочь хорошо заработать, выйти из сложной ситуации. Карта официальное лицо говорит о том, что сейчас может быть вам следует переехать в какое-то место, где вы можете обратиться к официальным каким-то лицам за какой-то помощью, и вам будет эта помощь оказана. А карта thief или же вор говорит о том, что будьте внимательны, кто-то ворует вашу энергию, кто-то хочет вас запугать, не переезжай, кому мы там нужны, вот у нас это, да, или же не устраивайся на ту работу, у тебя не получится, никого не слушайте. Потому что вы сейчас стоите на пороге больших перемен, вас ожидает что-то новое. Вот карта фамильная комната говорит, что скоро ваша бытовая жизнь устроится, то есть будет достаток. И скоро вы встретитесь, например, познакомитесь с кем-то. Карта корчип – это карта свиданий, это карта каких-то личных общений. Но вот эта фальшивая персона, которая внедрилась, она за вами следит. Здесь карта фальшивой персоны. Вы знаете, кто это? Может быть человек, который к вам враждебно настроен. Это может быть человек или по месту жительства, или же человек на работе. Но кто-то за вами следит, и тот, кто за вами следит, он хочет поставить вам подножку. Знайте это и будьте уверены, что вы сможете с этим справиться. Знаете, если вы не видите человека, который вам хочет навредить из-за того, что вы его боитесь, это все-таки не выход. Не выход бояться врагов. Выход – иметь стратегию. И высшие силы говорят, ну вы же вышли там как госпожа, да, написано «хаупт персон», вторая карта, вот в верхнем раскладе, там где шести. И это означает, что вы справитесь со всем. Вы высшим силам выгодно вам помогать. У вас будет фортуна, карта фортуны выходит. Вы избавитесь от всех преград. У вас есть много помощников. Вот официальное лицо – помощник. Какой-то адвокат – помощник. Ну адвокат – это вот лицо, которое вам может помочь, и оно влиятельное. Есть власть у этого человека. И еще здесь выходит карта, в самом конце расклада, называется «Main Male». То есть в этом раскладе, вообще, в этих картах Кипер, у нас две карты главных персон. Это первая карта. «Mail – мэй, 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 мэйн мэйл». Ой, заговариваешься, когда языки путаются. Это главный, ну, мужчина. И «Mail – мэйн фимейл», главная женщина. Ну а вообще, это карты немецкие. Там «Haupt» – «Person», просто называется, кстати, без принадлежности к половому этому. В Германии это было вот очень давно уже, очень здорово сказано. Поэтому здесь главная персона – это мужчина вашей жизни, первая карта, и вы – женщина, вторая карта. Или вы – мужчина, если меня может смотреть человек, неважно, от вашего пола. И раз в раскладе вышли вы оба, значит, или у вас будут отношения, если еще нет, или же наладятся отношения, если плохие. Потому что следующая карта ребенок говорит новое отношение, или свежее отношение, да, или по-новому взглянуть друг на друга, и не верить этим фальшивым персонам. Потому что фальшивая персона, она близко подошла к вашему партнеру, если вы мужчина. Вернее, если вы женщина. Я запуталась уже в этих полах. А если вы мужчина смотрите, то к вам близко подошла эта фальшивая персона. То есть это тот, кому выгодно что-то сделать, чтобы вам помешать в чем-то, или в деньгах, или в любви. Но поскольку карта корчеб или свидание следующая, то мужчина, который может треугольник, не верьте вот этому треугольнику, да, верьте тому, кто вам предан. Потому что здесь именно вам нужно верить преданности. Ребенок – это преданность, это чистота намерений. Вас окружили, если вы мужчина, два человека. Один человек вас использует, вот эта фальшивая персона, хочет вам повредить. И внедриться в ваше пространство. Будьте аккуратны. И второй человек – это тот человек, который вам предан, верный, как ребенок, да. Вот этому человеку вам стоит доверять. Если вы женщина, то идут наговоры, сплетни, вот это все. Вокруг вас есть кто-то, или подруга, или кто-то из семьи. Из вашей семьи очень часто критикуют его, якобы, из большой любви к вам. Никому не доверяйте, доверяйте своему сердцу. У вас есть там вор, сфиф называется карта вор. У вас есть человек, который хочет, чтобы вы были бедные, там повар, называется. И фальшивая персона, может даже три человека таких. Знаете, собаки лают, караван идет. Вы будете жить в любви, у вас будут деньги, карта фортуны. Ну вот нужно перейти эти трудности, сейчас вам нелегко. Поэтому высшие силы, во-первых, посылают вам предков. С их темными и светлыми историями. Все эти предки хотят, чтобы у вас было лучше, чем у них, понимаете. Высшие силы посылают вам помощь ангелов. Посылают вам ангелов изобилие, карта большая удача. И через этот расклад говорят с вами. Собаки лают, караван идет. Многие из вас именно по этому раскладу переедут в другое место. Или перейдут на другую работу. Не обязательно переедут. Перейдут на другую работу. Вы устроитесь хорошо. Вот попомните мое слово. Потому что эти свои слова я беру конкретно по раскладу, не просто так, знаете. Поэтому расклад говорит ободритесь. Сейчас самые сложные моменты в вашей жизни вы прошли. И вас ожидает большая удача. Так что у вас будет все замечательно. Вот такой расклад, мои дорогие. Многое показал, дал много подсказок и советов. Со своей стороны я вам желаю много денег, счастья и радости. Кто меня не знает, я, Лена, живу в Канаде. И я из Украины, ну, из Советского Союза выехала, да, ну, родом я из Украины. Так что у меня есть английские, украинские и на русском языке тоже каналы. Пользуйтесь моими подсказками. Ставьте лайк на русском языке, потому что выходцы из всех 15 республик. Вы можете быть из Казахстана, из Узбекистана, из Эстонии, из Украины. Откуда вы есть родом. Вы понимаете этот язык, поэтому нам есть о чем поговорить. Поэтому я как профессионал могу вам помочь. Поэтому ставьте лайк, подписывайтесь. И самое главное, делитесь этим видео с друзьями. Помогайте еще и другим. Но можно также меня поблагодарить материально. Потому что вы же не работаете за спасибо, правда? Если у вас есть возможность. Это можно сделать у меня на сайте. Переход на сайт есть под каждым видео. Или же о канале, там где тоже есть переход. Можно стать спонсором канала. Кто решит помогать иногда, там раз в месяц, долларами или двумя. Я буду очень благодарна. Я ваш консультант. Я вам буду помогать найти дорогу к счастью. Ну вот и благодарю, если вы поддержите. Станете меценатом, поддержите мою работу. Кстати, кто не знает, я не принимаю лично. Потому что хочу помогать чисто моим подписчикам. И это взбирает всю мою энергию, все мое время. Я знаю, что я вам еще пригожусь. А значит мы скоро увидимся. Пока, мои дорогие.